В последний раз строим по родному плацу, который на удачу осыпают монетами. В белой форме, с военной выправкой, все внимание сегодня только к выпускникам. Троекратное ура, поздравления и, конечно, гордость родителей. С Ниязом Сидиковым из Мамадыши сегодня вся большая семья. Ну, конечно, эти семь лет пролетели как день. Из наших маленьких мальчиков сделали настоящих солдат. Попытаюсь поступить в Краснодарское высшее военное летное училище. Военные, они все мужчины, настоящие мужчины. Самое трогательное прощание с друзьями. Многие разъедутся по разным городам. Здесь даже будущие офицеры не сдерживают слез. Особые награды сегодня семи золотым медалистам. Среди них и Никита Бабушкин, родом из Альметьевска. Поступать отличник давно уже решил в Сызранское авиационное училище. Мечта именно летать на вертолете. Не могу объяснить, почему не самолет. Многие спрашивают, но объяснить это здравым смыслом не могу. Тянет. Военное. Сейчас это престижно. Сейчас и зарплата там высокая. И просто быть офицером, по-моему, это гордость. Гордые свани и суворовец вы пронесете через всю свою жизнь. Вы получили не только достойное обучение, но и высокое войско, физическое и, главное, нравственное воспитание. Кстати, о намерении поступить именно в Высшее военное училище Минобороны отрапортовали все 52 выпускника. Основная масса, конечно, будет поступать в училище супопутных войск. А конкретно это, конечно, Казанское танковое училище. Это наши традиционно старшие наши братья. Поэтому мы туда идем с удовольствием. Следующий праздник в училище уже 1 сентября. Тогда планируют открыть вот это четырехэтажное здание, где сейчас идет стройка. В современном общежитии на 600 мест смогут разместиться все суворовцы. Лина Зинатульна, Игорь Романов, ТНВ «Казань». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова